Уважаемые гости, всем доброго дня на выставке E-Drive. У нас сейчас начинается нововая новая часть с выступления всех участников по темам электротранспорта, зарядного здравоохранения, комплектующих и самая главная тема – это сборочное производство России, нашим действием электромагнитным. Итак, дорогие друзья, я даю слово ему. Да, коллеги, добрый день. Мы сейчас начнем нашу сессию. Действительно, тема крайне актуальная. С учетом последних событий для активности условий как завещения, которые ведут полноценных российских продуктов, потому что мы готовы подготовиться с теми решениями, которые сейчас есть на российском рынке, российскими решениями. Поэтому, я думаю, мы не будем снять с собой время, в этой конференции. У нас сегодня назначено большое количество спикеров, 9 членов этой сессии по экономике. Поэтому, коллеги, среднее время выступления – 6 минут. Надо занести свои мысли емко, быстро и интересно. Поэтому, давайте начнем. Александр. В момент выступления мы будем предупреждать, когда остается одна минуточка, мы будем говорить – одна минуточка, чтобы вы с нами. И мы еще будем предупреждать порядок выступления. Итак, первым у нас сегодня выступает… Сергей Атон, Волдут Мотос. И мы хотим, наверное, на правах модераторов предупредить, что будем задавать коварные вопросы, пользуясь своим положением. Будем первыми представить выступающих. И просим подготовиться следующему выступающему, Заси Сергеев. Тамара Сафонова. Тамара Сафонова готовится у нас к выступлению. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты у нас на сцену выходит Сергей. Компания «Голку Мотос». Ваш аплодисмент. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты у нас на сцену выходит Сергей. Ваш аплодисмент. Компания «Голку Мотос». Компания «Голку Мотос». Компания «Голку Мотос». Это, в первую очередь, электродвигатели. Вопор колеса, контроллеры и батарейки. Как вы знаете, самые главные компоненты, как я говорю, отличиеся в электродвигателе. Контроллеры, управление аккумулятором. Электродвигатели бывают и синхронные, с постоянными магнитами, без магнитов. То, как вы говорите, в какой технологии. Мы верим именно в синхронную магнитку, синхронные электродвигатели с постоянными магнитами. По поводу электродвигательных компонентов. К сожалению, даже на университетах, если они какие-то делают необычные по поводу исследования электродвигателей, то они все идут там, где идут все. Куда мы идем, они все движутся за ними. Они не могут в университете сказать, давайте мы что-то будем делать другое. То есть мы постоянно прогоняющие. Давайте посмотрим вообще у вас в колену. Если мы посмотрим, то, на самом деле, на самом деле, стиль инокализации это 45%. Это в приблизительно в нем 8800 деталей. Из них буквально 4000 деталей производится у нас. Но это считается вместе со всеми болтами, гайками. Как вы понимаете, практически все остальные узлы, это иностранного производства. И как только нам закрыли границу, в этот же день все цены на комплектующие автомобили резко подняли. Ну, плюнули в два раза. Даже уническое масло. То есть, если нам еще Китай закроет границу, у нас будет гораздо хуже. То есть, практически все было привозное. То есть, если Китай закроет границу, то мы, к сожалению, упадем до технологии 30-летней давности. То есть, это будет шестерка с ее уровнем, как говорится, нарезной. Давайте посмотрим экспорт Китая. Если вы посмотрите, на самом деле, в главной области Китая, именно экспорт, мы составляем всего 3%. И если вы думаете, что они будут постоянно дружить, вы можете глубоко потом ошибиться. Потому что, что такое 3%, это практически ничего. Я считаю, что со временем Америка продавит Китаю, и они нам закроют границы. Потому что идея торговая война, как вы видите, все цены согласны. И поэтому очень важный вопрос, как мы будем дружить. Какие есть проблемы? Валентин в курсе доллара. То есть, у нас был большой заказ, мы клиенту выставили счет под курсом 120 долларов. Платно покупать деньги, а доллар уже стоит 146. Я понимаю, что все-таки это будет 0 или 0, либо минус. Скорее всего минус. И это двигатель. То есть, газов для автомобилей в области, мы, в лошадьбе не производим. Это все покупное. Нету электроника. Есть, посмотрите, на самом деле, чинитель Кристалла выпускает только 4 производителя. Это Тайвань, Япония, Америка и Нидерланды. То есть, они все потенциальные наши противники. Если вы думаете, Китай там оттягивает Тайвань, и доставим все ему технологии кристаллов, то они скорее всего просто будут работать и все. Поэтому мы очень зависим от технологии. Если бить уже 6 нанометров, то у нас, в лучшем случае, это 120. То есть, мы отстаем там на десятилетий ягод. Контролеры. Практически все детали покупаются тоже за границей. В первую очередь, для этого атмосфета. И еще, в принципе, оборудование, которое можно делать, это опять же электроника. То есть, мы очень зависим от этого уровня. Ячейки. Ячейки для маленького, для среднего электрокраспорта у нас в России вообще не производится. То есть, эти 18-6-50 стандартные, их просто многоэпортируются. И сами, если нам закроют, что произойдет? Квалифицированные специалисты. К сожалению, университеты тоже особо не передают нам именно наши демантики, потому что она новая. Они даже не знают, как я с ними общаюсь иногда. Сделайте нам программу. Вы можете у нас продавать, потому что мы не знаем, как это продавать. Через минил опор науки, чтобы это провести, это надо минимум год. И госрегистрация автомобилей. К нам вот постоянно обращаются те, которые хотят производить. Когда мы общаемся с вами, они говорят, ну, 2-3 миллиона это будет вам сертификация. И для того, чтобы подтверждение этих тестов, это тоже придется там еще дополнительно затратить денег. То есть, здесь вот большая проблема, что невозможно это все запомнить. И какая-то основная мысль, это только полный цикл может обезопасить наши демантики от внешних факторов. У нас, Сергей, у нас... Да. У нас, на самом деле, не развита натосистема поставщиков комплектующих. Если нас закроют, границы закроют, то у нас просто нечего будет производить. Если вот вы посмотрите автомобильный пластер, Калышки, вон, Volkswagen ушел от Peugeot. И Сентральян сейчас заплакивает остатки запчастей, пинтеры встают. Давайте посмотрим опыт смертных стран. Как ни парадоксально, я выбрал именно малышную отрасль, это компания Vario. Финфинская компания. В 1905 году 17 производителей объединились и построили заводы. И через год уже начали экспортировать во внешние страны. И сейчас они 30% экспортируют. У них 12 заводов в Финляндии, 2 Эстонии, 1 в России. К сожалению, в марте в связи с событиями они закрыли. Они ушли. То есть там 4 тысячи приблизительно фермеров владеют одним заводом. Круг которого было 1,7 миллиардов евро. И евро все распределяется между этими фермерами. То есть нам нужно объединяться. Лесопромышленный пластер. Там тоже лесники объединились. Построили лесопромышленный заготовительный дерево, оборачивающийся немногу в нашей области. И 20% всего мирового экспорта тысячи бумаги это Финляндия. Сергей. Спасибо большое за то, что вы слушали мой спич. Я считаю, что нам нужно объединяться внутри и строить завод отдельно по двигателям, отдельно по моторам, отдельно по контрольным, отдельно по батареям. Потому что если мы этого не сделаем и нам за границей перекроют, то, к сожалению, вот эта вот ограниченная сборка, которую мы сейчас видим в автомобильной области, нас ожидают ближайшие будущие. Спасибо. Так, вопрос по вашей компании. Скажите двух словах. Какой у вас сейчас ассортимент и что вы сейчас делаете? Компания Google Motors. Мы сейчас, получается, импортируем двигатели из Китая. То есть у нас есть линейка там от 1,5 до 20 кВт номиналом. И мы сейчас на два двигателя сделали конструкцию документацию, для того, чтобы оценить, сколько же нам это производство, во сколько станет. Но двигатели без контроллеров – это просто полуанка. То есть если мы даже изготовим этот двигатель, который там, это не ровный царь, то контроллеры, на которых мы будем управлять, если у нас не будет этой микроэлектронной промышленности, то у нас это все станет, все будет бесполезно. Поэтому тут надо систему решать со всеми игроками нашего области. То есть нам нужно разобрать электромобиль в точность и предметах, и решить, кто какое ответствие берет за производство тех или иных компонентов, то есть я предлагаю строить отдельный завод, в форме, скорее всего, акционерного общества, отдельный завод по двигателям, по контроллерам, по двигателям, по моторам колесам, по батареям. То есть только у нас какая именно тематика интересная. Другого вывода я не вижу. Может кто-то видит другой вывод? Окей. У нас, если бы не такой тематики немножко просился, мне предлагал бы разбирать продукты, у нас даже в портфеле скотинский проект, обвесит порядка 50 компаний, которые занимаются. Вещая специалисты электродастов, начинают этот колес, заканчивая батарейками, это российская компания, которая приведет в него работу и разработает свои собственные уникальные продукты. Поэтому, может быть, если бы не выделить внимание больше нашим поставщикам, а не пытаться перенять его, тем более, в Китае? Китае как-то начинает. Мы начали сначала кратировать, а потом уже дальше дорабатывать. Я думаю, в принципе, и с ними тоже можно начать меняться. Просто у нас, к сожалению, экономика, в основном, сколько у нас экономика, у нас идет все вот так вот, автомизация. То есть у нас самозанятые. Ну, как вот самозанятые, представьте, самозанятые, как раз Сергей Павлович решил ракету построить. Он ее никогда не построил. Ракеты, там, тупы, такие самолеты будут построены. Для этого нужно десятки тысяч вообще в свое время, чтобы это делали. А самозанятые не смогут делать. Это специально делается, чтобы экономика у нас не деградировала. Благодарим. Благодарим. Мы с ним поняли, что нужно сначала, в тех, как строить заводы, нам нужно в точности понять, какие нам компоненты нужны, в каком количестве и в каком жуте. Спасибо большое. Свообороны госплана будут сделать. Да, да. Да, госплана. Кто такой госплана? Спасибо. 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 Спасибо.